Всем привет! Сегодня 27 марта в Московской области. Получила черенки от агрофирмы Виола. Первый раз заказываю. Можно было бы и самой доехать, но далековато находится. Решила время не терять. Сделала заказ и получила посылку с деком. Я уже проверила накладную. Здесь не хватает двух позиций. Они, конечно, об этом не предупредили. Буду вскрывать и рассказывать. Посылку они должны были мне уже собрать 17 марта. И после моих звонков по два раза в день, они мне ее все-таки выслали. И вот 27 числа, то есть она пришла 26 вечера. Но так как я заказывала на адрес в Москве, вечером я уже с деревни, конечно, не поехала. А вот сегодня я ее уже получила. Жалко, что они не предупредили, что они не докладывают два черенка. Ну, что поделаешь. Я надеюсь на хорошее качество тогда черенков моих. У меня, значит, будет 16 позиций. То есть будет 15 и два штуки здесь у меня в фуксе. Две одинаковые заказала. Ну, упаковывают вот такую теплую коробку, что очень хорошо. И все черенки находятся в газете. Будем смотреть. Аккуратно открывать. Посылка, получается, в издеке пролежала всего лишь одну ночь. Поэтому надеюсь, что они хорошие. Газеты влажные. Так, это пеларгонии зональные. Вот, конечно, листва здесь пожелтевшие. Один даже с цветоносом. Это белорозовый. По сортам не буду говорить. Потому что здесь они подписывают только цифрами. А уже я буду смотреть, что под каким номером. Ну, в принципе, неплохие. Вся середина зеленая. Это только здесь желтые боковые. Все это я уберу. Так. Вот так буду вам показывать. Так, первая на четверочку. Дальше. Здесь у меня фуксии. Это я уже вижу по листве. Это фуксия ля компанелла. Это мелкашечка. Очень простая фуксия. Но все, кто начинает выращивать фуксию, начинаете с сорта ля компанелла. Черенки, между прочим, фуксии отличные. Дальше. Это тоже, скорее всего, фуксия. Пакетик маленький. Ну да. Еще одна фуксия. Так. Такие маленькие горшочки. Между прочим, корневая, конечно, у них отлично. Но ничего не скажешь. Даже есть уже бутончик маленький. Хорошие фуксияшки, между прочим. Так. Следующий. Конвертик. Очень переживаешь всегда, когда получаешь посылку почтой или с деком, да? Не знаешь, что получишь. Это, конечно, еще та авантюра. Я люблю покупать видео, сама выбирать, глазами смотреть. Но ехать я не захотела далеко. Так. Это пеларгонии. Смотрите. Ну, в принципе, неплохие. Немножко помятые. Это понятно. Это зональные. Тоже что-то цвет такой же, как и вот той. Очень похоже. Так. Я даже посмотрю, под каким номером. 28? 28-10. Вроде бы разное. В общем, выглядит вот так. Неплохо. Тоже все лишние. Нижние листья я уберу. Они ненужные. Ну, неплохие, неплохие. Отойдут. Главное, что они гнилые. Пожелтевшие. Это еще ладно. Так, следующее. Они положили мне два наименования. Это один осиосперму и фуксию. Ой, не фуксию, а петунью. Я единственную заказывала петунью. Одну. И ее мне не положили. Представляете? Так, это уже тоже пеларгония. Очень хороший черенок. Прямо отлично, смотрите. И это колиус. Ну, колиус. Вид у него, конечно, не очень. Ну, в плане окраски листвы, да? Вот. Ну, он не сгнивший. Ни одного такого сомнительного листика. Ну, вот это отлично. Очень хорошие черенки. Так, дальше. Это также пеларгония и колиус. Ну, это пеларгония, конечно, так себе. Вот. Так. Ну, нормально. И колиус. Ой, такой прям маленький-маленький, но не сгнивший. Нормальный, только примятый. Такой косенько лежит. Вот это сверкнуто. Видите, прям перегиб такой. Смотрите, какой красивый. Мне он очень понравился. Ну, на четверочку здесь, конечно. Следующий. Пусть успеет. Мне сейчас должно пойти. Я заказывала, наверное, видов пять. Вот. Надо будет посмотреть. Один мне не пришел. Заказ я делала на сайте 10 января. Ну, вот он, остик. Вот так выглядит. Но неплохо, я вам скажу. Очень неплохо. Я его, конечно, зачеренкую. Потому что он такими двумя былинками растет. Это вот один остик. Следующий. Это фуксий у меня. Тоже неплохие череночки. Все это буду прищипывать, чтобы она кустилась. Неплохие. Чуть помятая, конечно. Но я думаю, что она, конечно, отойдет. И следующие две штучки осталось. Нет, да, две. Так, это остики. Что-то они совсем маленькие. Ай, вообще, крохотульки какие-то. Так, да, это прям малыши-малыши. Ничего не скажешь. Ну, будем выращивать. Так, это степлером листья прижали. Так, ну, вот такие малыши. Два остика. Смотрите, тоже неплохо. Маленькие, но они очень хорошего качества. И последний сверток. Это пеларгония королевская. Так, ой, прям тоже малышка-малышка. Смотрите, какая. Ну, черенок отличный, смотрите. Очень хороший. Хорошего качества. Маленький, но отлично. Ничего, вырастет. Итак, это все черенки от агрофирмы Виола. Что хочу сказать. Черенки хорошие. Мне понравились. Я не буду оставлять растения, чтобы они адаптировались и так далее. Сразу буду пересаживать в свою землю. И в емкость, конечно, побольше. И прямо коротко сниму, как я это буду делать. Так как я знала, какого числа получу посылку, поэтому все приготовила заранее, чтобы пересадить черенки. И такие крупные, как пеларгония, колеус, я буду рассаживать в пол-литровые стаканы. Они темного цвета. Конечно же, есть дренажное отверстие, наклейка, чтобы подписать. И забила почвосмесью. Я готовлю ее сама с осени. Единственное, я сюда еще дополнительно добавила биогомус и торф. Агробалт без минеральных удобрений. Все. И сейчас буду рассаживать. Начну с пеларгонии. Отличные корни, конечно, беленькие. Их много. Хороший черенок, просто отличный. Земля у меня полувлажная. Я ее проливала фитоспорином заранее. То есть она не мокрая, полусухая, если можно так сказать. Делаю посадочную ямку. Здесь все очень легко. Устанавливаю черенок. Я не буду там раздирать корни, потому что ком оплетен средними корнями. И тормошить я не буду. И я его сажаю так, как он и был. Я не заглубляю. Вот так. Чуть уплотнила возле стебелька. И все. Так, обязательно подпишу. Иначе я сейчас забуду. 28.15. Подписываю маркером, который не смывается. Просто номер напишу, а потом уже посмотрю, что это за сорт. Вот так будет. Вот. Так, это пеларгония. Дальше. Поливом я буду потом заниматься. Также полулитровый стакан. Это будет для вот такого шикарного полиуса. Сейчас он невзрачный вообще. На картинке он очень красивый. Тоже отличные корни. Земля влажная. Чуть-чуть распушу здесь. А то комочком прям. И так же, как и пеларгонию, высаживаю. Обминаю возле стебля. Все. Готов. Вот так. Так. На больших стаканах я показала вам теперь фуксия. Фуксия большие объемы очень не любит. Поэтому я возьму вот такие стаканчики. Они, по-моему, то ли 300, то ли 250 грамм. Я вот не помню. Они у меня уже года два. Я их использую. Конечно же, есть дренажные отверстия, наклейка и та же самая почва-смесь. Для фуксии сразу большой объем категорически брать нельзя. Вот такие корешки красивые. Вот так она выглядит. Фуксию надо начинать выращивать с маленького объема. Прям на немножко больше от первоначального. Иначе она все сразу пропадет. С фуксией такой прием не пойдет, начиная с большой тары. Тоже высаживаю, приминаю. Сильно не нужно, конечно, приминать. Вот так. Отлично. Так. 35, 51. Сразу подпишу. Надо будет мне сейчас еще колеус подписать. Так, 35, 51. Здесь два сорта, которые я очень хорошо знаю. Но остальные, конечно, нужно подписывать. И вот фуксию я всю буду рассаживать вот по таким маленьким стаканчикам. И уже потом, после вот этого объема, я ее пересажу в пол-литровую. Обязательно фуксию надо начинать с минимального объема земли. Иначе пропадает в момент. Просто в момент. Фуксию категорически нельзя залить. Ну все, все остальные я тоже буду так же пересаживать. Вот остеосперму. Хороший черенок тоже. Корни, конечно, здесь вообще земли нет. Тоже дам ему, конечно, пол-литровый стакан. Вот здесь, конечно, нужно расчесать корни немножко. Потому что они здесь весь торф сели. Чтобы сейчас в моей земле они пошли хорошо, нужно, конечно, расчесать здесь. Надо рвать даже. Вот так. Чтобы пошли сразу в разные стороны. И вот этот осьосперму я немножко углублю. Выше вот этой развилки. Заглубление сделаю. Сейчас желтое листво уберу. И немножко заглубим. Вот таким образом подписываю сразу. 27.14. 27.14. Отлично. В принципе, все. Все остальное я, конечно, буду сейчас вне камеры посажу. И уже потом подключусь и покажу, что буду делать дальше. Так. Вот так. Итак. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И обязательно сверху обработаю, я растворила на 1 литр воды 3 капли эпина, и сверху увлажню. Конечно, я все эти цветы поставлю отдельно от всех растений на несколько дней, и не буду выставлять их под подсветку, конечно же, они просто у меня будут стоять на свету, который идет от окна, этого будет достаточно на несколько дней, чтобы они адаптировались, стресс сняли. Я, конечно же, цветы еще не прищипывала, макушки растениям не прищипывала, они и так у меня стрессуют, поэтому пройдет 4-5 дней, а то может быть неделя, и только тогда я буду прищипывать цветоносы, обязательно буду прищипывать верхушки фуксии, чтобы она окустилась, нужно постоянно прищипывать, чтобы шли боковые побеги, но сейчас, конечно же, я этого делать не буду. Дам 4-5 дней, чтобы они адаптировались, и, конечно же, я их, наверное, завтра обработаю препаратом, чтобы здесь у меня ничего не завелось. Ну, а у меня на сегодня все, спасибо вам, что поддерживаете мой канал, подписывайтесь, ставите пальчик вверх, обязательно пишите также комментарии, будем общаться. Я вам желаю всего самого хорошего, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok